привет я журналист алексей мацука и это мой блог на телеканале дом о том как дела у меня дома в донецке где много лет я работал журналистом и сейчас мы здесь на нашем канале внимательно следим за всем что там происходит группировка лнр или как еще ее называют самопровозглашенная власть на неподконтрольной территории луганщины отказывается открыть к пвв счастье и золотое два пункта пропуска на линии соприкосновения должны стать долгожданным дополнением к тому единственному к пвв который сегодня худо бедно но работает станица луганска люди называющие себя министрами а на самом деле просто исполнители воли российских кураторов говорят что не откроют новые к пвв пока украина не выполнит их вот этих так называемых министров требования говоря простым языком прокси россии снова шантажирует украинскую сторону причиной по которой они не открывают к пвв является отказ украины от пропуска грузовых автомобилей по маршруту счастье луганск группировка лнр хочет чтобы у нее был доступ к трассе которая способна выдержать грузовики до 80 тонн до по этой трассе сторону луганска может проехать гуманитарный груз из украины или например от международных организаций как красный крест но по этой же трассе со стороны луганска может проехать например колонна военной техники этот риск и он реальный он сохраняется пока украина не получила доступ к участку своей же границе с российской федерации а вооружение этой страны находится на территории отдельных районов донбасса взамен этой трассы украинская сторона предлагает другую дорогу по маршруту золотое первомайск группировки лнр утверждают что трасса не рассчитана на массовый пропуск тяжеловесного транспорта а это собственно не устраивает российскую федерацию вечно бряцающую своим оружием я напомню что открытие двух новых к пвв ожидали в ноябре прошлого года и это просто потрясающее ожидание от местных людей группировки лнр заблокировали пропуск со своей стороны и вместе с россией они объяснили блокировку тем что не были согласованы детали передвижения людей серой зоне в частности движения вот этого самого автобуса правительство украины согласилось предоставить автобусы челноки для перевозки людей через линию соприкосновения на пунктах пропуска счастье золотое но пока на донбассе работают два из семи к пвв станица луганска и новотроицкая группировки днр и лнр с марта двадцатого года уже скоро год ограничили перемещение наших граждан через подконтрольные им к пв в двух областях установив особые правила проезда объясняет а все угрозой коронавируса время идет пандемия в мире еще до конца не украшена но то что группировки лднр вместе с своими русскими друзьями пользуются ситуации для достижения политических целей переговорах с украиной это факт кстати существует расхожее мнение что самоправослушные власти зарабатывают на пенсионерах которые не могут проехать на подконтрольную киеву территорию за своей законной выплатой которую киев обеспечивает в отдельных районах донбасса уже давно работают пункты обналичивания денег нужно предоставить данные свои карточки и вам под процент а это не один не 0 5 не 0 1 а 10 процентов и выше обналичат пенсию вот эти пункты ясно они нелегальные с точки зрения местных так называемых властей с точки зрения украины и вообще с точки зрения здравосмысла отбирают стариков и само собой руководство группировки лднр ну я так понимаю получается этого свою долю и процент бюджет же надо пополнять процедура рисково никогда не знаешь можно ли доверять этим людям которые берут твою карточку куда-то вводят цифры что там перегоняют по интернету но у стариков нет другого выхода просто в этой ситуации киевым пенсию начислил а как получить кэш никто не знает потому что днр закрыла выезд этим людям что делать если единственный источник дохода у людей у десятков тысяч людей это украинская пенсия а проехать к банку вообще нереально например группировка днр пропускает только по понедельникам и пятницам и только через к пвв еленовка кроме того должна быть уважительная причина на проезд а выезжающие за одно подписывает заявление они возвращение до улучшения эпид ситуации к домой нельзя вернуться теперь по логике днр лнр свою очередь пропускает каждый день но пройти пропускной пункт станицы луганская можно только раз в месяц поэтому для большинства наших земляков и людей с неподконтрольных районов единственным способом попасть ну боль большой дом в нашу украину на подконтрольную часть остается только ехать через российскую федерацию а это очень далеко это реально очень утомительно и реально дорого так что волей-неволей обратишься за обналичкой в этот подпольный подвальный пункт и куда эти 10 процентов пойдут никто не знает украинские выплаты далеко не единственная причина по которой люди из донецка луганска ездят на подконтрольную территорию обратно например это еще и возможность лечиться или встретиться с родными родственниками друзьями в конце концов кинотеатр хоть сходить одним словом пока связь донецка краматорска мариуполя и киева крепко она действительно крепко потому что мы жили до этого много лет вместе и трудно себе представить донбасс без авдеевки и без донецка без краматорска и без горловки в россии это точно понимают и делают все возможное на то чтобы разорвать наш регион на две части силой мы следим за всем и конечно боремся за то чтобы поскорее мир вернулся на донбасс вы подпишитесь на телеканал дом чтобы ничего не пропустить на этом сегодня все до свидания а